Борьба спасателей с пожарами не сходит на нет. Только с начала года в городе и районе их 20. Стихия унесла жизни уже четырёх человек. Буквально в понедельник в переулке Комсомольском полыхал дом из трёх квартир. В таких случаях паника – плохой помощник, а вот огнетушитель – напротив. С ним ещё до приезда сотрудников МЧС можно уменьшить радиус пламени, а при небольшом очаге и вовсе потушить. Но эффективность устройства во многом зависит от правильного выбора. Большей популярностью пользуются, как показывает практика, порошковые огнетушители, потому что это своего рода универсальное средство пожаротушения. Порошковым огнетушителем можно затушить и твёрдые горючие вещества, жидкие вещества, такие как спирты, бензин, продукты нефтепереработки и так далее, горючие газы, горючие металлы и электроустановки или электроприборы под напряжением до 1000 вольт. Использовать огнетушитель можно в офисе, на предприятии, в быту и автомобиле. Среди плюсов также низкая цена. Самый маленький в среднем стоит 20 рублей. Купить его можно через интернет или в специализированном магазине. Продаем мы огнетушители уже новые, с завода, заправленные, с этикеточкой. На этикетке можно посмотреть год выпуска. С него, значит, и считается 10 лет на баллон, 2 года на перезарядку. Для организации это с четвёрки и выше. С даты 10 лет на баллон тоже, 5 лет на перезарядку. В Абруйске заправить порошковый огнетушитель можно в двух местах. Во второй части на Гагарина и в магазине по пожарному переулку. Перед приёмом специалисты смотрят на срок годности баллона, а также на внешние признаки. Вмятины, трещины, сколы. Их быть не должно. Помимо правильного выбора устройства, нужно ещё и уметь им пользоваться. Поднесите огнетушитель к очагу возгорания, но соблюдайте дистанцию. Сорвите пломбу, достаньте чеку. Одной рукой возьмите за рукоять, а другой за наконечник шланга и направьте на пламя. Наличие огнетушителя в доме не прихоть спасателей, а действенный метод борьбы с огнём на начальном этапе. Какое бы происшествие ни настигло, загорелся утюг, плита или телевизор, алый помощник всегда должен быть под рукой, а не на дальней полке. Тогда имущество будет цело, но что важнее – жизнь.